Александр Павлович, будучи коренным салдинцем, побывал в своей жизни в разных краях и весях. Он профессиональный мясник. Сырловский на мясокомбинате, в Тадиле работал на мясокомбинате, потом на колбасной фабрике. Александр Плесовских окончил агропромышленное училище Екатеринбурга по специальности боец, скота и обывальщик мяса. Но в начале 90-х вернулся на родину. Сегодня Александр трудится экспедитором в управлении производством ВСМПО. С площадки на площадку металл перевозим. Я как сопровождающий экспедитор записываю все, что перевезли, за смену все это записываю в журнале, потом диспетчеру все это сообщаю. Ну график-то хороший, один-один с утра в ночь. Да, график работы удобный, остается свободное время. Поэтому и решили супруги не отлеживаться на диване, а заняться домашним хозяйством. А тут как раз сельскохозяйственная выставка подоспела, на которой между саженцами и семенами цыплята пищали. Решили сразу куриц начать, взять там штук пять куриц, а потом гуток, гусей, индюков, баранов, кроликов, короче, всего набирали. Ну раз, чтобы не просто так вот это, а потом расследы держим уже все, и куда денешь уже. И зиму давай тут жить постоянно все. Как баранов тоже брали. Не думали, не думали. Раз, поехали, купили там трех баранов, привезли их сюда. Все, сено у нас, знаем, что у нас всегда есть запас, то есть у нас в любое время всегда без проблем. Бараны вообще летом, что, вон, клитку открыл, они убежали, все, вечером сами пришли. Теперь в хозяйстве Плесовских только индюки и цесарки. Продукты птицеводства – самое, что ни наесть диетические. Дюшатина намного полезнее. Недаром, говорится, все эти пугачевы наши, звезды, там это, они все в них, как они там говорят, в холодильнике лежит, индюшатина. Никогда не сказал, что у них курица лежит. Цесарки – это царское мясо, считается тоже, что это, ну, как издавание, так его называют, царское мясо, что, ну, вообще, как бы, даже выше кролика еще ставится, потому что их вообще редко очень разводится цесарок. Яйца цесарские тоже очень, они долго хранятся очень, до полугода яйцо не портится. То есть можно при комнате температуры, яйцо будет лежать и не будет портиться. И тоже очень полезно, и там, ну, гораздо по составу, по своему, лучше, чем куриное. Что индюшинное, что цесарские, они только этим уступают, перепелинным. Цесарки – прекрасные сторожа и борцы с вредителями. Увидев постороннего, птицы начинают так громко кричать, что никакой сигнализации не требуется. Их крик настолько неприятен, что даже грызуны покидают свои убежища. И все-таки при таком хозяйстве без четвероногих сторожей не обойтись. Две кавказские овчарки – верные помощники призовских. Все хозяйство кормится с большого огорода и близ лежащих лугов. Корм покупаем, там, все это, картошку, они все едят. Летом они вообще-то, что-то с огорода полятся, и это все, все к ним уносится. Права? Да. Все, что жена полит, это все к ним. Они все съедают, все дают, сюда грамма. Кабачки садим, по 100 корней жена садит. Это тоже все им, все уходит. Вот только кабачки перед Новым годом закончились. Крапиву очень любят они. Крапиву и лук маленький, индюшата лук очень зеленый любят. Прямо аж дерутся из-за него. И крапиву, когда подрастает, крапива только начинает вылазить. Вот ходишь, ищешь, где-то насобираешь. Потом, конечно, когда ее много, охапками бросишь, все, 5 минут, и крапивы нет. Холода и снега гордые птицы не боятся. То и дело выскакивая на свежий воздух из открытых дверей птичника. Летом число домашних птиц у плесовских доходит до полутора сотен. Салдинские птицеводы ежегодно участвуют в обновлении поголовья и покупают индюшат у таких же, как и они сами, любителей, заводчиков из Тагила. Приобретают также яйца индюков-бройлеров и выводят потомство самостоятельно. Фермеры разводят несколько пород гордых птиц. Кавказская, бронзовая, потом белая, широкогрудая тут, и голубые. Но эти вот сейчас привезем, это бройлерные уже будут, которые до 25 килограмм вырастают. Специально больших на мясо, люди, видите, спрашивают, не всем крупные нужно покупать, допустим, целой тушкой, не все же это могут по 15 килограмм купить, правильно там это. Люди спрашивают, по 4-5 килограмм, вот эти породы мы держим для этого. Разведением птиц семья занимается более 12 лет. Супруги продолжают воплощать в жизнь все новые идеи. К примеру, нынешним летом они решили запустить карпов в водоем неподалеку от дома. Сегодня в нем живут караси с самых разных озер Урала. Более подробно об этом мы вам расскажем в наших следующих летних репортажах. Субтитры создавал DimaTorzok